Новые юмористические мемы и конфузы Джо Байдена. Трамп анонсировал открытие своей новой социальной сети под названием «Правда». Голливудский актер Алик Болдуин случайно застрелил насмерть оператора на съемках нового фильма и ранил режиссера. Новая администрация Джо Байдена сносит памятник третьего президента США Томаса Джефферсона, автора Конституции США. Администрация Джо Байдена тайно переправляет несовершеннолетних мигрантов из Техаса в Нью-Йорк. Об этом сообщает издание «Нью-Йорк Пост» и телеканал «Фокс Ньюз». Всем привет, меня зовут Лариса, мы находимся в городе Лос-Анджелес. Я слежу за американскими новостями и американским ютубом. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы сразу же получать уведомления о новых видео. Поехали! Джо Байден так часто поворачивается спиной, когда ему задают неудобные вопросы, что в сети набрал популярность очередной юмористический мем. На своем официальном портрете президента Джо изображен повернутым к зрителям спиной, а не лицом. И очередной конфуз Байдена, который произошел в прямом эфире на телеканале CNN. На протяжении всего интервью ведущий и Джо стояли на сцене и время от времени прохаживались туда-сюда. В какой-то момент Джо застыл в странной позе с сжатыми кулаками и простоял так несколько секунд. Интернет тут же породил множество юмористических мемов. Самое интересное, что на цитаты и на высказывания Джо мало кто обратил внимание. Дональд Трамп объявил о создании компании «Трамп Медиа» и запуске собственной социальной сети под названием «Правда». Заявление опубликовала в Твиттере его представитель Лиз Харингтон. «Я создаю True Social, чтобы противостоять тирании Биг Техов. Наша миссия – дать голос каждому. Мы живем в мире, где Талибан широко представлен в Твиттере, а вашего президента заставили замолчать. Этого нельзя терпеть. Поэтому скоро я с удовольствием представлю правду в новой социальной сети. Меня спрашивают, почему никто не борется с большими технологиями. Хорошо, мы скоро это сделаем», – говорится в заявлении Трампа. Бесплатный предварительный заказ на приложение можно сделать уже сейчас в Apple Store. В ноябре для приглашенных гостей будет доступна бета-версия, а полноценный запуск запланирован на первый квартал 2022 года. Акции «Трамп Медиа» мгновенно взлетели с 10 долларов до больше 90 долларов за акцию. Голливудский актер Алик Болдуин нечаянно застрелил насмерть оператора на съемках нового фильма. Которые проходят в штате Нью-Мексико. По некоторым данным, инцидент произошел случайно в кадре, когда Болдуин по сценарию должен был застрелить злодея. Непонятно, каким образом осколки патрона попали в оператора Галину Хатчинс, которая родилась и училась в Украине. Ей было 42 года. Также осколки попали в режиссера Джоула Соуза. Он был госпитализирован и уже выписан из больницы. Местной прессе удалось заснять актера через какое-то время после инцидента. Он был подавлен и плакал. Профессионалы в актерской деятельности говорят, что в современных условиях и правилами безопасности, связанными с оружием на съемочной площадке, трагедия не должна была произойти. Когда актер направляет оружие на камеру, то оператор ни в коем случае не попадает под прицел. Он находится в стороне и смотрит на монитор. Даже если в редких случаях оператор находится за камерой, то прицел ни в коем случае не должен быть направлен в его сторону. Он должен быть направлен под углом. В любом случае Галина пострадала не от прямого выстрела, а от отлетевшего осколка. Пользователи интернета уже нашли твит Алика Болдуина, который он написал несколько лет назад. Каково это чувствовать, что ты по ошибке застрелил человека? Твит был адресован полицейскому, который так же, как и Алик, на улице случайно застрелил подозреваемого. Еще одно удивительное совпадение. В сюжете кинокартины, на которой произошла трагедия, один из героев по сценарию случайно убивает человека. Статую третьего президента США, Томаса Джефферсона, демонтировали из зала городской мэрии Нью-Йорка. Это возмутило Дональда Трампа, и он написал, что следующей целью станут другие отцы-основатели страны. Великий Томас Джефферсон, один из важнейших отцов-основателей и автор Конституции США, был выселен из великолепного зала мэрии. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Я мог, и я давно об этом предупреждал. Следующие на очереди Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и Джордж Вашингтон. Радикально левые сошли с ума и причиняют боль стране. Но совсем скоро вернутся здоровые люди и нашу страну будут уважать, говорится в заявлении Трампа. Администрация Джо Байдена тайно переправляет несовершеннолетних мигрантов из Техаса в Нью-Йорк. Об этом сообщает издание New York Post. Самолеты с несовершеннолетними мигрантами тайно отправляют на окраину Нью-Йорка в попытке незаметно разместить их по всему региону, говорится на сайте издания. Чартерные рейсы с мигрантами отправляются из Техаса уже с августа. Например, неделю назад два самолета приземлились в аэропорту Уэстчестер, штат Нью-Йорк. Большинство пассажиров составляют дети. Мигрантов в присутствии полицейских затем сажали в автобусы. Прибывших впоследствии видели с родственниками в штате Нью-Джерси или в специальном учреждении на юге штата Нью-Йорк. New York Post посчитал, что с 8 августа в штат Нью-Йорк на 21 рейсе прибыло более 2000 несовершеннолетних мигрантов. Некоторые из рейсов прибывали в пункт назначения рано утром или ночью. Напомним, что Байден начал свою работу на посту президента с того, что отменил большинство ограничений в сфере иммиграции, которые ввел Трамп. Тысячи мигрантов хлынули в США, после чего власти вынуждены были признать ситуацию кризисной. А на этих кадрах вы видите новый караван мигрантов из Мексики, которые направляются к границам США и пробивают блокпост Национального мексиканского института миграции. Подписывайтесь и смотрите мой канал, пишите свои мнения в комментариях. Всем замечательного и отличного настроения и всем пока!